друзья всем привет очередной влог о моей жизни без прикрас друзья сейчас весна очень грязно на улице и после каждой гулянки собачники знают нужно мыть лапы купила такую штукенцию сейчас я вам покажу сюда набирается вода так мы только пришли выготавливается салфетка и лапка до засовывается перебор после этого все вытирается вот любители кто хочет собаку учтите что после каждой гулянки нужно это делать постоянно не очень конечно удобная собака ладно хорошо стоит другая бы сопротивлялась поближе покажу тут как бы крышка снимается здесь такие волоски заливается вода как будто эти волоски должны чистить но потом нужно будет обязательно протирать ну как сказать вам 50 на 50 я довольна эта штука если у вас есть что-то такое для мытья какие-то гаджеты напишите под видео у меня совсем уже старенький скоро уже 9 лет если вы скажете что это не возраст то на будущее чтобы знали крупные собаки живут намного меньше чем маленькие собачки я не знаю с чем это связано но как-то так друзья не так давно заказал для себя вот такой прибор это домашний лекарь можно так сказать экономим на лекарствах и сейчас я распакую вместе с вами покажу что это такое я заказывала в компании поток и они занимаются производством ультрафиолетовых облучателей для физиотерапии рециркуляров и они используются есть они несколько видов по моим два вида для лечения профилактики различных кожных заболеваний например псориазы экземы акне а также ангины тензиллиты отиты симптомы я для себя взяла лечение лор органов а смысл этой лапы то что создается поток ультрафиолетовое излучение которое уничтожает вирусы бактерии и тем самым проводит лечение профилактику инфекционных воспалительных аллергических заболеваний и кроме этого дезинфекция поверхности предметов и внутри находится такая компактная пактерицидная лампа которая создает ультрафиолетовое излучение друзья сейчас покажу что творится то есть тут уже было вообще ужасно я уже половину убрала все вот это шелушится все отходит и средства вот это вот именно вот это вот все хорошо работает здесь было прямо слоями такой я вчера все убирала тут достаточно уже осталось и такая свеженькая кожа появляется если вы не видели и не знаете про этот способ как вот в чистить перед весной например или летом кожу можно использовать вот такие как они называются даже ножны и пилинги они есть разных фирм можно посмотреть на marketplace ах их достаточно большое количество и выбрать то что вам нравится друзья балкон у меня прогрелся днем утром даже 23 9 и так как у меня негде было сажать на рассаду в этом году очень поздно томаты только-только перцы баклажаны только-только сейчас я набрала вот у меня акробалт набрала грунт и буду проливать его для чего я буду его проливать для того чтобы посадить огурцы и тыку также наверное нужно будет посадить зелень дело в том что у меня теплицы нет в этом году то есть она будет но когда будет непонятно поэтому я займусь этим пока в квартире пока есть возможность семена у меня уже проросли их замачивала 3 дня назад по моему и тыква начала уже прорастать и огурцы уже хорошо взялись думаю надо еще наверно кабачки так здесь у меня 5 штучек так перчатках это вообще неудобно делать я не умею ничего делать перчатках 1 они быстро прорастут тепло очень солнце светит друзья сегодня 1 апреля и температура прогрелась тени почти вот 15 градусов вы видите на тепло очень и снег активно прям тает в этом году везде было очень очень много снега но ситуация такая неплохая кстати а я купила вермикулит для того чтобы укоренять и вот такой вот посуду 50 рублей она стоит я буду здесь укоренять питания позже вам покажу сейчас нужно будет смочить вермикулит чтобы он был был влажный подготовить его смотрите вот такие черенки я буду укоренять так примерно отрежу и здесь пойдет ветвица вытягиваться не будет здесь пока еще маловато но скоро тоже можно будет здесь тоже пока маловато и я подготовлю этот тепличку и буду подсаживать такие череночки и уже через месяц у меня будет достаточное количество черенков друзья это следующий день у нас похолодало петуни у меня вот так вот расчеренковано здесь вермикулит увлажненный я продолжаю каждый день находить черенки и отрезать и процесс очень простой сейчас покажу вот смотрите отрезаю ничего я не использую никакие укоренители можно конечно использовать ради грин у меня есть тут разных видов но это не укореняется и без этого очень хорошо отверстие немного уплотняю все вот так вот просто и сейчас покажу что образуется на месте отрезанного видите из пазуха появляется сразу раз два три четыре и будет кустик такой пушистый и также будут все остальные также черенковать чтобы они не были одним таким вытянувшимся растением было такое пышное растение и уже где-то через полмесяца буду каждое сажать каждую петельку буду сажать в отдельное кашпор и будет очень красивый какой достойный кустик я почти что распекировала томаты и видите они сразу намного быстрее лучше растут с перцем у меня беда в этом году в людях уже огромные такие кусты я сажала поздно но ничего и плюс вам хотел еще кое-что показать посадила я лук называется он экси пишем так нужно повернуть вот такие огромные луковицы видели наверно он будет расти потом можно будет его резать и потом каждую отдельно сажать можно заранее также распекировать как томаты например каждую отдельно посуду и будет еще крупнее лук очень хорошо кстати хранится прошлом году первый раз попробовала и очень мне понравился пакетик семян стоит типа такого 75 рублей это не этот лук это другой так что вот на будущее а а а Субтитры создавал DimaTorzok Друзья, на этом я хочу попрощаться. До следующей встречи. Всем пока-пока!